Друзья, всем привет! Сегодня у нас легенький такой обзорчик на три пары моделей. Ботинок от Adidas будет одна пара, вторая пара от Jack Wolfskin и третья пара будет от Timberland. Adidas Fusion Storm Winter. Почему-то написано «баскетбол». Я вообще не знаю, что они пишут. По-моему, они что-то курят. Вам не кажется? Если кто понял, что к чему, почему такие надписи, пишите. Контроль качества. Здесь у нас отметка. Все, кстати, модели я на Jumi брал. Это получается, вот эта модель вышла, по-моему, 6500. К чему говорю? Ценники. Если какая-то модель понравится, можете написать мне. Все контакты будут в описании. И за себестоимость забрать. Плюс допом я еще положу пару стелек Orpholite. Ну, так сказать, бонусом. Мне так даже будет еще проще. Все модели, я же говорю, чисто под обзор беру. И, кстати, да, в описании все ссылки будут на телегу, на все. Это, как бы, очень важно. Потому что на Jumi, вот совсем два дня назад, буквально, можно было английские и американские New Balance, там, 990 V5, купить за 11, за 12 тысяч. Английские версии, там, всякие за 13, за 14, за 15, за 16. И женские, так вообще можно было за 8, за 9. Именно английского и американского производства. Так что, как бы, следите. И все ссылки на свои, там, данные. То есть, мой аккаунт на Jumi с подборками Ariga, именно на Jumi, по категориям, там, с большими размерами, цена-качество. И именно, которые были, премиум-версии и женские версии отдельно. Все по каталогу у меня там разложено. Это специально для вас, а кто не хочет париться, там, ну, с Пайзоном, с посредниками. Ну, и так далее, короче, выбрал, понравилось, размер указал, в корзину кинул, оплатил своей картой и со всеми гарантиями ждешь пару. Трек там все есть. Все, к этому не возвращаюсь. Вот такая вот у нас версия Adidas'ов, городская версия, демисезонная. Все они будут примерно вот этой высоты, ну, Jack Wolfskin будет чуть повыше. Короче, где-то 6500, не помню точно, я не готовлюсь к обзорам, мне это, как бы, нафиг не надо. Я потом вставлю, и все будет окей. Jack Wolfskin. У нас уже была пара демисезонных ботинок. Вот теперь Great Hike 2, Texapore, Mid, мужская, сделана в Китае. Размер SM тут вообще, ну, как бы, US 9.5, SM 26.3, вообще непонятно, чего тут написано SM. Но явно это не на эту стопу. Вот такие вот ботинки, тоже городского типа, универсальные. Ну, как они могут, конечно, для туризма подразделять эту обувь, но вы же понимаете, да, это все город. Вот здесь у нас, чертик сапор, это у них мембрана. Вот, кстати, написано 10 тысяч водонепроницаемости. И почему-то паропроницаемость какими-то 3400 определили, непонятно, чего там. Короче, лучше бы написали там опять 10 или 8 тысяч, всем было бы понятно. Ну, и вишенкой на торте будет у нас Timberland. Кстати, вот эти Jack Wolf Skin были в районе 9 тысяч, точно подпишу. Так, и здесь Sprint Tracker Mid. Здесь у нас в хороших материалах модель. Опять куча непонятного чего тут. Евро 43, SM 27, при этом France, France 9. Какая Франция? Ну, американские бы написали, да, девятку. При том, что Евро 43, ну, свои тут темы. Опять переработанные в коробке там что-то у нас. И вот, 23-го года модель, говорю прям вишенка на торте. Почему вишенка? Да потому что здесь кожа офигеннейшего качества растительного дубления. Покрас из-за того, что она промасленная, там, ну, растительная, значит, там, с помощью масел, там, восков сделана, была, сохранена. Ну, дубление не хромовое здесь. И срез уже, понятно, видите, он такой светло-коричневый, ну, такой оранжеватый немножко оранжевый, там, ну, такое там всегда. Вот у меня, кстати, образец типа того же, да, вот. Ну, и вот это явно вишенка на торте. Но всегда не забывайте, что растительное дубление, вот когда промасленная или воск, что это все двигается, двигается масло всегда в коже. Поэтому цвета неоднородные, то есть, вот, допустим, здесь была, да, кожа пропитана, да, и вот уходит, да, а где затемнение, значит, там больше вот этих масел, восков. То есть, это всегда в движении, поэтому цвет неоднородный. Где-то там посветлее, где-то потемнее, и остаются, ну, то есть, вот я доделаю, да, и вот это остается, то есть, надо полировать. Я к чему? Сложность ухода всегда. Кожа отличная, но сложность ухода. И вот вы видите, да, масло, то есть, было прижато, да, вот так вот. Вот как раз вот эта часть, да, масло уже двигается на картонку. То есть, вы должны четко понимать, что если вы кусок бумажки сюда приложите, приложите, то через, допустим, 2-3 дня бумажка будет вся в масле. Двигается масло всегда. И вот насчет подкладов, возможно, там идет мембрана, здесь вставлено, ну, как-то все двояко. Но в любом случае, вот такая вот у нас модель будет. Ну что, ребятки, поехали. Я говорю, легенькие обзоры, вообще не напрягающие. Все у нас стандартно по биркам, другие материалы, стало быть, синтетика разного класса. То есть, они между собой не сравниваются, как бы. Ну, я немножко так позволю себе посравнивать, да. Вот эта модель, типичная модель. Вот они как делают все модели, они не парятся и не хотят, чтобы вы, видимо, парились полностью здесь синтетика. То есть, синтетика, вот она даже завернутая, скрытая. Это даже мне модель напоминает Nike, которые у нас были на обзоре, бут, Nike, бут там, Lunar Force или как их там, Air Force. Такие же, такого же синтетического уклона. Демисезон идет, получается, на весну, на осень. В чем преимущество? То, что они, да, вот все вот повыше, где сделаны вот эти все модели. Джек Вульскин, они выше этих, а вот эти по высоте с Тимберлендом, они одинаковы. Ну, это когда вам кроссовок, да, высоты не хватает, где-то там сугробы, не сугробы. Ну, чтобы не залетал туда снег, ну, и чуть потеплее в них. И здесь вот поэтому всегда вот это обрамление делается более плотно, чтобы она, то есть, вы заснуровываете, у вас прижало, и даже если в снег наступили, туда снег не завалился. Ну, типа того. В уходе вообще просто неприхотливые подобные ботинки, ну, потому что кусок синтетики. А мне еще иногда вопрос задают, вот у меня вот тут такая вот синтетика, как за ней ухаживать? А как вы будете ухаживать за куском, да, пластика, да, ну, как бы кусок резины, да, вот она, типа, прорезиненная там синтетика, прорезиненная поверхность идет. То есть, никак. Воздухопроницаемость какая? Никакая. Это не дышит, только там через вот эти какие-то участки будут, да. То есть, в уходе они полностью неприхотливые. Единственное, можно, да, водоотталкивающей пропиткой здесь пшикать, а мыть там хоть губкой с мылом, хоть как. То есть, никакая соль, ничего не страшно. Это все будет сверху оставаться, вы потом все это просто сметаете и убираете. Что могу сказать, отметить? Нету клапанов, большой минус. Ну, как большой, тут видите, она внахлест сделана, вот эта часть, а язычок типа туда дальше, вот досюда заходит. Клапанов нету, но если зашнуровано, все неплохо, водоотталкивающая пропитка обработана, как бы все нормалек. С этой стороны запихнули флиз. Кстати, вот, 22-го года модель. Я не понял, ты хочешь, чтобы на тебя внимание обратили? Он уже фигарит шнурки тут от Адидаса. Вот так вот, понял, да? Все, чтобы не расслаблялся. Ботинки свалились. Ишь ты, я думаю, что он там грызет уже? Поймал свою минуту славы. Здесь у нас идет флиз, получается, он идет, идет полностью на язычке, полностью периметр пятки. А вот здесь начинается такой материал, не очень приятный на ощупь, видите, вот этот черный. Он как брезент на ощупь. Брезентовый какой-то подклад синтетический. Ну, вообще такой, некомфортный. Изнутри, а что нельзя, что-то было, какой-то текстиль подобрать более приятный на ощупь, не знаю. Здесь кусок спилка, здесь кусок спилка. Это, по-моему, вообще по бирке смотрю, это из Адидаса Нео, хотя здесь идет, написано, значок перформанс. Ну, вот этот значок сделан, как Адидас Нео делают обычно. Ну, да ладно. Короче, вот такой вот расклад по пене. Видите, внахлёст туда уходит, круче туда. Эх, это чтобы вам наступали конкретно, да, видимо, чтобы вы потом не могли еще ногу свою вытащить. Пена такая, средней жесткости, ближе к твердой. Протектор, обычно описано, трекция, но он такой асфальтный. Никакой доли агрессивности здесь нет. Ну, такой, могли бы сделать более что-то интересное, а это такой покатистый протектор. Ну, я говорю, 6500 тысяч это стоит. Давайте посмотрим, какая у нас стелька. Стелька у нас Orpholite, прямая, чуть-чуть нахлёст, и там все как по старинке сделано. Давайте следующий, Jack Wolfskin. Здесь у нас уже сделано более, так сказать, классический. Синтетика, но не прорезиненная, какая-то, такая своеобразная какая-то, видите, белая сама синтетика. Здесь идут спилки, спилки прошитые, спилки кусочки. И вообще, самая популярная модель Jack, это получается Wodjo. По-моему, сейчас даже Wodjo третья. Но там что-то мне не понравилось, и я не стал их брать на обзор. Взял вот эту. Это типа вторая по популярности. Так, здесь у нас спилок, спилок, спилок. Идет крючки. Видите, здесь вот такие, глянцевые даже какие-то. А здесь вот они, получается, скрыли, да? Видите, скрыли петельки. Я вам покажу, как там сделано, посмотрим. Здесь скрыт это как бы плюсом, то, что, ну, всякое бывает. На ногу может давить там изнутри, как-то некомфортно. Ну, по-всякому. Взъем обычный, по высоте, я говорю, они чуть выше. Здесь по пене. О, здесь прикольные уже вставки. Здесь пена такая, посмотрите, она более мягкая. Здесь идет пластиковая вставка для поддержки в пяточной зоне. Угу, здесь мембрана у нас идет. А, кстати, давайте клапана посмотрим здесь есть, потому что в прошлой версии. А, да, здесь уже, видите, клапан поставили. Все как и должно быть, в принципе, по высоте. Ну, вот так он идет, нормально. Потому что вот у меня была версия. Они, по-моему, тоже в районе девятки обошлись. Здесь нету клапана. Кстати, я говорю, если кому надо, вы пишите. Пишите все данные, связь там, ВК, почта, будет все у меня. Ну, или через группу можете найти там в телеге, хоть как. Так, в любом случае, пишите. Так, здесь пластиковая вставка. Интересно, прикольно. Протектор, мне, знаете, напомнил сразу же Соломон. Соломон, который X-Ultra там у них, да. Типа того, какой-то разнонаправленный. С этой и с той стороны очень похожи. Сам протектор мне нравится. Хороший, толстый, плотный. Резина хорошая. Ну, то есть протектор, мне кажется, вообще очень достойный. Но это больше как бы под туризм. Опять же, здесь получается, что у нас. Давайте посмотрим. Сделано в Китае. Ага, ага. Ну, сейчас померим. Давайте по стельке глянем. Стелька у нас ЭВА. Под стелька сделали более чем достойно. Опять же, смотрите, вот подклад идет с мембраной. И он посередине именно прошит. Как и должно быть. Это как бы, ну, прям, браво, браво. Сделано неплохо. Там сделано довольно-таки все мягко. Мне нравится. Ну, стелька обычная здесь. Ну, как обычная. Она, в принципе, защита именно, если от холода, то она хороша. Если в плане вывода влаги, то нет. То есть, здесь, мне говорят, вот, сгибы. У меня появились тут сгибы, да. Вот они, вот они сгибы, да. Получается. Сгибы на сгибе. А, я говорю. Ну, а что? Они не должны типа сгибы на коже быть. Это как бы нормальное явление. Ничего не будет сгибом. То есть, вот они, сгибы идут. Все, как и должно быть. Ну, да. Будет не совсем там прям супер красиво, да. Эта модель сложна в уходе. Вы, конечно, можете с жирами. Но жиров здесь достаточно. Я советую, вот, если у вас такие подобные ботинки. То есть, это кожа полностью без покрытия. Если я, допустим, вот здесь вот капну немножко водички, да. То есть, у вас будет, вот оно, затемнение. То есть, это именно кожа без покрытия. Натуральная кожа. Растительного дубления. Защита. С помощью баллонной водоталкивающей пропитки. Идеально. То есть, максимальное сохранение паропроницаемости вашей обуви. И плюс идет защита. Но так как кожа масла здесь, воски. То защита немножко будет похуже. Чем, допустим, какие-то другие варианты. Того же спилка, да. Но, как бы, да, это все трудно. Ухаживать трудно все. Не дай бог, там, вам кто-то ширканет конкретно. Вы тут замучитесь потом полировать. То есть, сразу, когда выходит. Входите в таких ботинках и садитесь куда-то там. Общественный транспорт. Говорите. Отталкиваете всех. Табличками завешиваете. Что не наступать. Ничего не это. Ну, конечно, я еще немножко это. Тут преувеличиваю. Но все равно. И вот, кстати, вот растительное дубление кожи. Вот такого типа. А она хуже держит кривые соединения по периметру. Ну, опять же. Вы же понимаете. Не зря говорят, когда приклеивают чего-то там. Нужно обезжиривать. А как ты обезжиришь кожу, да. Тут двигается всегда масло. Вот она на ощупь, да. Вот такая вот. Но, в любом случае, это такая вот обувь. Все же кричат, что вот кожа. Нужна кожа. Кожаная обувь. А у вас, у большинства, кожа-то с покрытием. Если есть именно кожа у вас. Обычно с покрытием. То есть покрытие сразу же отличимо. Оно всегда цветовую гамму имеет. Равномерную. Цвета такие, знаете, там. Ну, сразу видно черная кожа. Видно сразу же, что она с покрытием. Это все делается для вас, чтобы вам проще ухаживать было. Ну, в любом случае, вот так вот. Давайте посмотрим. Вот здесь вот, видите, тоже клапана нету. Ну, типа, считают, что в такой обуви по лужам не стоит ходить, да, наверное. Тут как у нас сделали. Здесь как-то очень своеобразно все сделали. Сделано изнутри. Видите, как кусочек кожи. А давайте посмотрим, как у нас петли наши. Видите, а вот здесь они не скрывают петли. Все, вот она идет как, так и идет. Окей, ладно. Сделано, кстати, у нас в Камбодже. Один фиг район, да. Китая. Кожа, текстиль. Промежуточная подошва. По жесткости. Такая же, как и Adidas, кстати. Посмотрите, какая резина офигеннейшая. Просто по толщине. Ну, это достойно уважения. И вот в отличие от того же Adidas, здесь сделан рисунок, да. Он рельефный. Он, конечно, не суперский, но в любом случае он имеет определенный рисунок, рельеф, ну и так далее. Резина здесь хорошая в любом случае. Давайте посмотрим, что за подклад у нас. Ну, то есть, стелька, подклады там какие. Стелька Warful Light. Хороший отвод влаги. И там текстиль. Как обычно, по старинке сделаны. Ну, что. Давайте чуть-чуть потестим, повзвешиваем. Ну, и потом померим. Прикольно то, что здесь стельки абсолютно одинаковые по длине. Timberland у нас девятка. Здесь у нас получается девять с половиной у Джека. И у Adidas девять с половиной. Длина стельки у нас 28 сантиметров. То есть, для девять с половиной это норма, а вот для девяти это нет. Но при этом, видите, у Adidas опяточная зона загнута. То есть, размер чуть поменьше должен быть. На ощупь вообще все модели довольно-таки легенькие. Сейчас глянем. Adidas. 377 грамм. Минус бирки 374 будет. Хороший результат. Джек. 470. 480 грамм. Ну и Timberland. 469. Тоже довольно-таки неплохо. Все меньше полукилограмма. Глянем. Ползет ли у нас свет на темном спилке. Да, ползет. То есть, пропитка тоже обязательно здесь нужна. Здесь тем более у нас такой текстиль. По сгибаемости. Ну, так себе. Здесь такой будет специфичный сгиб. Здесь явно получше. Здесь похуже. Схоже с Adidas. Если, конечно, говорим о минусах. Диапазон в идеале минус 5-10 градусов. Там уже все от носков зависит. Глянем пену. У Timberland 50. Близко к твердой. У Jack 42. Неплохо. У Adidas 45. Честно говоря, все эти шнурки, на мой взгляд, ну так себе. Очень сложно сделать круглые именно. Шнурки хорошими. Ну, посмотрим, что покажет прибор. 4,4. Ну, обычно больше пяти. Это очень хорошие показатели. Adidas 3.1. И Timberland 3.4. Ну, чуть получше у Jack. Ну, все-таки это трекинг. А это больше город. Пока не забыл. Глянем, как сделаны пятки. Здесь у нас вставка есть. Точно пластиковая. В Adidas ее нет. Там картонка. В Timberland тоже нету там картонка. Сама реализация фиксации пятки. Здесь у нас, ну, есть такое углубление. То есть, вон там вот. Здесь чуть больше материала, там меньше. В Adidas тоже вы видите, видите. Набивки вот здесь вот сверху больше. А там меньше. То есть, как раз пятка туда вставляется. И все, фиксируется. Пятка не вылетает. Здесь она лучше сделана. И как сделано на Timberland. Ну, тоже есть такое углубление. Ну, посмотрим попозже. Ну, что. Это вид сверху. Adidas. Вообще легкие такие. Невесомые. Чувствую подзанижен носок. Ну, вот это бесшовная. Мать его технология, да. В носочной части. Ну, уже, по-моему, они перебарщивают с этим делом. Они вообще вот сами вот когда производят. Хоть на ком-то. Тестируют. Хоть один человек это надел, чтобы сказать свое мнение определенное. Здесь. Обхват вот здесь вот хороший. Отличный. Мягко, комфортно. Здесь, как я и сказал. Ну, конечно. Носки у вас будут немножко более такие потолще, да. Так это все-таки демисезонная модель. Но все равно. Ну, видите, они еще новые. При ходьбе, когда я вот сгибаю. Видите, проблема-то какая. Смотрите, где сгиб идет. Сгиб идет прямо вот здесь вот. Вот здесь вот. А здесь стыковка. То есть он не здесь идет где-то, да. А здесь. Это, так сказать, очень плохо. Очень плохо. Странные. Странные ботинки. Так вообще вот удобные, невесомые, да. Легкие в уходе. Ну, и куча минусов всяких, да. Ну, и вот такие вот плюсы. Так, в принципе, по комфорту они хороши. Занижено мне не нравится. При сгибе небольшое давление создается здесь. Сверху на стопу. По ширине все неплохо. Даже более чем. По длине. Вот это какой у нас размер? Я уже забыл. Девять с половиной. Не как девять с половиной. Они идут как девятки. Вот большой палец. Вот чуть-чуть запаса. Идут как девятки. Они изнутри маломерят. Не зря там стелька. Хоть и 28, да, но пятка вот так вот загнута. То есть она внахлест идет. Ну, что сказать. Шесть-шесть с половиной тысяч. Ну, в принципе, может быть и стоят они. Ну, вот не более семи тысяч это всяко. Джек Вульфскин на ногах. Ну да, эти более так ощущаются чуть поинтереснее. Размер, ну, как девять-девять с половиной. Ну да, девять с половиной есть. Ну, я думаю, кто носит девятку, им в идеале будет. То есть если девятка кроссовки, а вот эти девять с половиной будет в идеале. Тоже такие на ноге, как, ну, я понимаю, что они там уже 400 с чем-то. Но это тоже не ощущается. Широкие, даже чуть пошире здесь. Здесь, дай бог, место. Здесь ничего уже не сдавливает. Ну вот, видите, сразу же понятно бесшовная технология и шовная. То есть шовная, что позволяет, да, поднять носочную часть. То есть никаких заниженностей и так далее. Удобно. На пятку наступаю мягко. Да, я чувствую вот эту пену такую более мягкую. Более интересно. Для меня вот эти более выигрышно смотрятся. Ну и более такой протектор повеселее. Здесь вы заметили, что здесь на крючках, на петельках. Здесь более классический, как и на кроссовках, да. То есть только отверстия, ну и там такие вот текстильные петли. Видите, чуток повыше. Ну да, в принципе, такой хороший вариант. Не заваливается, ничего, пропитал, обработал. Ну и можно гонять по городу весной, когда начало таять. То есть, в принципе, такой хороший вариант. Но это непромокаемый вариант, но все равно пропитка обязательно. Так, ну и вот Timberland. Ну что могу сказать. Здесь же по сути тоже бесшовный верх нос. То есть вот в этой части. Но здесь он повыше, чем на Adidas. Повыше за счет формовки, да, носа. Сгиб идет более естественно, более правильно. Это кожа, он более мягкий сгиб. То есть нет как такового давления какого-то на стопу сверху. По размеру. Я уже забыл, какие у нас здесь размеры. Это у нас получается девятка, да. Ну да, в принципе, еще есть пространство спереди небольшое. Вот это как, наверное, даже реально, да, девятка. По стопе мне идеально. Ну у меня стопа, понимаете, во-первых, левая у меня 26,4, правая 26,7. Стопа не широкая, какая-то там. Ну она стандартная, я считаю. Эти, кстати, более такие. Ну здесь может быть то, что стелька такая. Здесь, по-моему, уже Orpholite, да, была. Здесь именно она потолще, 5-6 миллиметров. Более комфортно. И я только когда наступаю, даже чувствую поверхность. Это как бы не есть хорошо для демисезонок. Ну, в принципе, да, такие неплохие. Ну да, это более реальная такая девятка. Наступаю, ну, стелька сглаживает. Обхват хороший. То есть все. Вот, говорю, три пары, в принципе, все нормальные. Единственное, Adidas, ну как бы в семье не без урода, да. Но тут уже разные категории, на разные вкусы. Ну, с виду они все достойны нашего с вами внимания. Вот такое вот мнение мое было, такой вот обзор. Все на этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok